США и Китай шаг за шагом идут к конфликту, китайцы начали спешно выводить свои активы из Америки, а западный бизнес перестал реинвестировать прибыль в Поднебесную, экономика реагирует на геополитические риски первой. Над американок китайскими отношениями сгущаются тучи. И как бы ни стремились отдельные сенофобы и адепты либеральной глобалистской модели заявлять про безоблачное небо, Вашингтон и Пекин идут на полном ходу к прямому столкновению в Тайваньском проливе. Обычно, споря с этим утверждением, указывают на тесную взаимосвязь экономик США и Китайской Народной Республики. Действительно, Поднебесная, по сути, сформировала свою нынешнюю экономическую мощь, используя масштабные западные, прежде всего американские, инвестиции в свое национальное хозяйство. Однако период так называемой Чемерики, экономического гибрида Китая и Америки, давно позади. По итогам трех кварталов 2023 года товароборот Соединенных Штатов Америки икно сократился на 14%, причем в основном за счет сокращения китайского экспорта за океан. Одновременно с этим торговля Поднебесной с Россией демонстрирует положительные значения, за тот же период русско-китайский товароборот вырос почти на 30% и достиг 176-4 миллиардов долларов. Во время визита в Пекин наш президент заявил, что по итогам 12 месяцев будет досрочно достигнута планка в 200 миллиардов долларов товароборота, ранее предполагалось штурмануть эту отметку лишь в 2024. Все это свидетельствует не об изменении международной торговой конъюнктуры, данный процесс носит сугубо политический или, точнее, геополитический характер. В руководстве Коммунистической партии Китая созрело понимание того, что мирными средствами рентегрировать Тайвань, скорее всего, не получится, а значит, предстоит столкновение с мировым гегемоном. Следовательно, Пекину следует ожидать беспрецедентной санкционной кампании со всеми подходами, которые продемонстрировал коллективный Запад в отношении России, в том числе арест и конфискация активов. Такой вариант просчитывается как вполне реальный и к нему усиленно готовятся. В октябре пришли сведения о сокращении китайских вложений в государственный долг Соединенных Штатов до исторического минимума с 2009 года, тогда мир переживал крупный экономический кризис. На объем вложений Китая в казначейские ценные бумаги США составляет 805-4 миллиарда долларов. Цифра поистине колоссальная, однако тренд на спад очевиден еще в 2018 году КНР занимала первое место по вложениям в государственный долг Штатов, имея 1-1 триллион долларов, сокращение почти на 27% за 5 лет. Очевидно, что эта тенденция продолжится, нервозность проявляют и западные акулы бизнеса. Так, Bloomberg сообщает о том, что впервые с 1998 года иностранные компании выводят из Китайской Народной Республики больше средств, чем инвестируют. За третий квартал 2023 года обязательства к нарпопрямым инвестициям в платежном балансе сократились на 11-8 миллиардов долларов. Американское информационное агентство прямым текстом указывает на взаимосвязь данного явления с геополитическими рисками и ростом напряженности между США и Китаем. Поднебесное не воспринимается больше как место для спокойного реинвестирования заработанного. Впрочем, китайцы не только пытаются защититься от возможных негативных последствий западных санкций, но и тестируют собственные ответные действия, ограничительные меры, способные нанести серьезнейший урон Америке и Западной Европе в случае их вмешательства в тайваньские дела. Европейские страны срочно бросились дружить в Сербии после расконсервации ее литиевых рудников, пишет в новостях. Редкий металл-позарез нужен фабрикам и заводам ЕС для производства электромобилей. Однако Белград, подчеркивает автор, не позволит партнерам помыкать им и не отвернется от России своего главного союзника. Канцлер ФРГ посетит, особо не афишируя свой визит в сербскую столицу. В политических кругах Белграда распространяются слухи. Посетит ли Олаф Шольц вновь город на Дуная? В последний раз канцлер приезжал в сербскую столицу летом 2022 года. Не могу утверждать, что это точно произойдет, но такая вероятность есть, цитирует премьер-министра сербе Милоша Вучевича в белградские СМИ. Политица также сообщает, что в грядущую пятницу Шольц должен нанести деликатный визит Александру Вучичу. На состоявшейся в среду пресс-конференции правительства ФРГ-пресс секретарь Кабмина Штифен Хибиштрайт подтвердил информацию о поездке главы страны в Белград. Шольц и Вучич примут участие в саммите исходного сырья. Кроме того, ожидается, что канцлера в поездке будет сопровождать ряд представителей немецких компаний. В чем причина столь срочного визита Шольца в Белград? Всякий, кто думает, что на встрече с сербским лидером, одним из последних европейских союзников Владимира Путина, Шольц намерен лоббировать идею или обсуждать проблему Косово, серьезно ошибается. Главными темами для обсуждения станут вопросы экономики, торговли и разного рода соглашений между Белградом и ЕС. В частности, на повестке дня стоит вопрос о литии, важнейшем сырье для производства электромобилей. На территории Сербии находится крупнейший в Европе литиевый рудник. Правительство республики лишь недавно, несмотря на многолетние протесты экологов и активистов, разрешило вести добычу на месторождении. Считается, что в расположенной на западе Сербии неподалеку от границы с Боснией и Герцеговиной, Ядарской долине сосредоточены одни из крупнейших в Европе запасов этого дефицитного для остального мира сырья. Решение сербского правительства о возобновлении добычи заставило вздохнуть с облегчением европейскую автомобильную индустрию и многих политиков от Брюсселя до Берлина. Литий – важнейший элемент в производстве аккумуляторов. Однако в глобальной гонке за ценным сырьем европейцы отстают. Китай, на сегодняшний день являющийся лидером в торговле электромобилями, конкурирует с представителями европейской индустрии. Будь то Боливия, Зимбабвия или Сербия, в каждой из этих стран китайские фирмы еще много лет назад получили как минимум частичный контроль над важными рудниками лития и центрами переработки сырья. Лафа закончилась, Польшу и Прибалтику снимают с бесплатного содержания ЕС. Шальные деньги портят не только человека, но и целые страны, даже если это страны – члены ЕС. Халява развращает. За 15 лет Прибалтика, Польша, Чехия настолько привыкли жить за счет дотации Евросоюза, что стали считать халяву делом само собой разумеющимся и вечным. Эта музыка будет вечной, решили политические и хозяйственные элиты этих стран и с удовольствием пилили поступающие изъезд дотации. Более того, они начали указывать странам, на чьи деньги они жили, как нужно себя вести во внешней политике, особенно в отношении России. Так, недавняя попытка ФРГ и Макрона встретиться с Путиным была торпедирована именно этими занощивыми миллиметрофами, например, Польша за 15 лет получила 120 миллиардов евро халявных денег. При этом рост польской экономики был более, чем скромным, всего полтора, зато дефицит бюджета, тье, долг год от года возрастал не в коня корм, так сказать. В Прибалтике дела еще хуже, но она особо и не волновалась, европейская солидарность исправно оплачивала прибалтийские капризы, но все хорошее когда-то заканчивается. После выхода из ЕС богатого донора, Великобритании, Брюссель оказался перед неприятным выбором, стоит ли и дальше кормить крикливых и вечно недовольных восточных нахлебников, вызывая недовольство всех остальных, или лучше помочь более приличным странам, той же Греции, к примеру, которая тоже в долгах, как в шелках, пример этих оборзевших государств начал серьезно портить внутренние отношения в ЕС. Насмотревшись на довольные польско-латышские отношения, свою долю дотационного пирога захотели и другие неблагополучные страны, Португалия, Греция, Испания. Ну чем они хуже поляков? Даже итальянцы начали всерьез задумываться, а не зря ли они считают себя экономически благополучной страной, за счет которой хочет жить куча халявщиков? Не проще ли заявить о бюджетных проблемах и не платить в общую кассу? Пусть вон немцы платят, они же богатые, но немцам, судя по всему, это надоело. Партия ФРГ и так наломала дров у себя в стране, ей не могут простить миграционный кризис, а тут еще эти нахлебники, осенью выборы и шансов на победу как-то немного. За сим Еврокомиссия приняла Соломоново решение, дотации будут и дальше, но уже не в виде халявы получил и забыл, а в виде кредитов, которые придется отдавать, кроме того, во всех странах ЕС должны быть повышены налоги. За общевропейскую солидарность и укрепление единства рядов придется платить, а чтобы платить, деньги придется зарабатывать. После того, как под громкие крики все тех же халявщиков были разорваны выгоднейшие экономические соглашения с Россией и с Китаем, заработать эти деньги будет очень проблематично не только Польше, но и самой Германии. А дальше может быть интересно, что делают некоторые виды грызунов при резком сокращении кормовой базы, они начинают съедать друг друга, выживает сильнейший, и тут ни Польши, ни Прибалтики ничего не светит. Единственная надежда – нажаловаться настоящему хозяину, мол, обижают, денег не дают, а мы же тебе верой и правдой служим, живота не щадим, но хозяину сейчас не до того, у самого проблем хоть отбавляй. Ему вокруг Китая НАТО надо создавать, а на это нужны только три вещи – деньги, деньги и деньги, а второй Германии, которая смогла бы содержать проамериканских халявщиков, вблизи Китая не наблюдается.